Добрый день! Продолжаем сегодня рассказ о событиях в Арцахе в конце 80-х, начале 90-х. Арцахская освободительная война дала много героев. Героев, как бы вышедших из народа. Простых, скромных людей, которые до этих всех событий занимались обычным делом. Были инженерами, строителями, учеными. А когда началось все это, они стали воинами. Одним из таких был Ашот Гулян. В Арцахе его называли «Осколка». Почему? Потому что тогда, когда только начались эти боевые действия, оружия было мало у арцахской стороны. И люди даже занимались тем, что делали оружие сами. И вот во время одного из экспериментов таких, взорвалась мина, и он получил ранение. Несколько осколков у него попало, и у него появилось такое прозвище «Осколка». Потом в отряде, где он был, и которым потом командовал, было сразу несколько Ашотов. И у каждого была своя кличка такая. Его называли «Осколка». Его очень уважали, любили. Он был очень такой храбрый, самоотверженный парень. Ему было 40 лет всего. И он уже пользовался огромным авторитетом. Участвовал во многих сражениях. Но больше всего, конечно, самый большой вклад внес в освобождение Шуши. Есть даже такая, ну не легенда, а как бы любят так рассказывать, что он одним из первых вошел в город, позвонил Аркадию Тертатевосяну, командосу, генералу нашему, генерал-майору, и доложил, что он уже вот сидит на крепостной стене Шуши и вот-вот освободит город. Ашот. Он пользовался огромным авторитетом. Ему, когда приходили новобранцы, добровольцы из Армении, старались все попасть к нему в отряд, потому что он относился к своим подчиненным как-то очень по-отечески. Очень их любил, и детей своих очень любил. Последний ребенок родился уже после его гибели. Его так и назвали «бекор», то есть «осколок». Ашот Гулян погиб в августе 92-го года. В боях за освобождение арцахского села Дарамбон. Когда я был в Арцахе в 2000-е годы, я заметил, с каким уважением относятся к имени этого человека. Это человек-легенда. О нем знают в каждом арцахском доме. Вот буквально в каждом арцахском доме знают, кто такой Ашот Гулян Осколка. Вечная память, вечная слава нашим героям, которые положили свои жизни за освобождение Арцаха. Мы будем рассказывать о других тоже. Но первым я решил рассказать о нем. Подумаем о них. Увидимся еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова